Положительно оцениваю, потому что это часть и моей работы. Ну, так получилось, что мы работаем в одной команде, и это и часть и моей работы, и новое направление в моей деятельности. Потому что, естественно, в своей старой, в старой жизни у меня не было возможности заниматься такими вопросами такого масштаба. А что вы хотите спросить, какие это направления? Вы видите изменения, которые сказываются в городской среде? Во-первых, мы задумались и много в последнее время говорим и рассуждаем об общественных пространствах. С одной стороны, что это такое общественные пространства, как их развивать, как их правильно проектировать, и вообще, зачем они? И, естественно, есть много версий, много дискуссий на эту тему, потому что, надо сказать, что в советское время мы давно уже прошло, 20 лет прошло, больше 20 лет советского времени. Но мы тогда об этом не задумывались, это было само собой разумеющим. Все вокруг было общественным, все пространства были общественные. Это связано с тем, что не было частных пространств. И, надо сказать, что в своих размышлениях мы пришли к выводу, что когда у человека появляется частное пространство, вот тогда он начинает ценить общественные пространства, где он может встречаться с другими людьми, и он начинает ценить это общение гораздо больше, чем в его жизни было до этого. И вообще для нас, для московских архитекторов, для московской среды это довольно новая точка зрения, я бы сказал. Хотя мы все так или иначе этого касались в нашей жизни, но вот эта новая точка зрения на общественные пространства, она побуждает нас все-таки сформулировать, что это, где это находится, где это общественное пространство в Москве. И с одной стороны это двор. Да? Ну где? Вот заканчивается моя частная жизнь, начинается общественная. Вроде бы моя частная жизнь заканчивается в квартире. Вот подъезды это общественное пространство. Вроде бы уже да. Но сегодня подъезды закрываются. И подъезд тоже становится частью моей квартиры, где я могу даже там и покрасить стену, и повесить свой светильник. И часто там мы выносим свои цветы в эти подъезды. Это вроде бы уже тоже относится к нашему частному пространству. А вот двор это частное пространство или общественное? Вот в микрорайоне двор никакое-то не частное пространство. В микрорайоне за дверью подъезда сразу начинается космос. В том смысле, что это пространство не мое точно. Потому что здесь есть огромная территория, где я даже не вижу границы, где заканчивается моя, ну даже не ответственность, а мое отношение к этой земле как к своей. Да прямо здесь и заканчивается. Прямо за ручкой двери подъезда. А если это двор, например, в котором я живу, двор у меня относится к ТСЖ. Товарищество собственников жилья, это небольшой дом, у него два корпуса, эти два корпуса образуют такой двор. Там деревья, там детская площадка, там площадка со скамейками для, ну просто для такого, для проведения досуга. Вот этот двор, который у нас в доме, где есть ТСЖ, я в принципе уже считаю своим. А где же начинается общественное пространство города? Для меня вот в моем доме это заканчивается, оно начинается за калиткой, когда я выхожу с этого двора. Там начинает там улица, я по этой улице иду к метро. А что такое улица? Это тротуар и проезжая часть. По проезжей части едут машины. Раньше они ездили и парковались прямо на тротуарах, нельзя было пройти. Сегодня все это меняется. В общем, вот эта культура городской жизни, культура пешеходных прогулок, отношение пешехода становится более, отношение пешехода к городу становится более внимательным, и города к пешеходу становится более внимательным. То есть пешеход начинает чувствовать себя более комфортно в городе. С чем это связано? Опять же, с тем вниманием, которое, в общем, и проектировщики в степени и хозяйственники уделяют внимание пешеходу. Что это такое пешеход? У него должно быть удобное пространство, где он находится, тротуар, где он должен идти. В принципе, у него должно быть место для отдыха, то есть скамейки. У него должно быть освещение, где он вечером может идти, комфортно, не боясь ничего и хорошо себя чувствовать. У него еще должна быть какая-то цель в этом путешествии. А какая цель цель у пешехода? Пешехода в микрорайоне, когда он идет по магистрали в микрорайоне, у него цель одна дойти до дома. Просто вот выйти из метро и не дай бог с ним что-нибудь случится, он думает, как бы ему дойти без приключений до дома. Ему часто приходится идти и 10, и 15, и 20 минут. В принципе, в такой среде, где рядом нет ни другого дома, обычно такие пустыри вокруг или какая-то зелень хуже или лучше ухоженная, но в принципе это не отсутствует застройкой. Мы вот идем от метро к своему дому, как мы путешественники, мы не пешеходы, потому что идем из точки А в точку Б. А в настоящем городе пешеход, он должен идти вдоль застройки, он должен заглядывать в витрины, он должен останавливаться, читать название какой-то вещи, которая ему понравилась, разглядывать что-то в этой витрине, может быть, заходить в какое-то кафе, с кем-то встретиться, например, посидеть, когда лето, он может посидеть на тротуаре за столиком этого кафе. То, чего у нас совсем не было в нашей жизни, в старом, ну, как бы в советском понимании города, когда мы эту жизнь не понимали. Так вот, откуда эта жизнь взялась? Это, в общем, это тоже частная жизнь, это частное, это частное кафе, да, это частный сервис, но мы пользуемся его услугами, таким образом осуществляем свою потребность в каком-то, ну, общении с нами, но вне нашего дома. Вообще, это проблема, помните, ведь в советское время часто говорили, что все разговоры происходят на кухне. Никакого места для общения, кроме кухни, советского человека не было. Вот, а сегодня мы хотим общаться в городе, в парке. Вы посмотрите, что происходит с парком Горького. Только там создали цивилизованные условия для общения и для досуга. Теперь просто проехать нельзя мимо в выходные, потому что просто огромный спрос на этот парк. то же самое происходит и с такими местами, где эти общественные пространства решаются и когда они ориентированы на нас, на меня. Мне это нравится. Мне нравится, потому что я чувствую, что когда меня куда-то приглашают, я чувствую, что я нужен здесь, я нужен в этом кафе, я нужен в этом городе. То есть я человек не случайный, а короче, у любого горожанина увеличивается, повышается самооценка. Он начинает себя больше уважать, когда его, в общем, уважает город. Ну, Парборька, он находится в центре, а существуют еще спальные районы. И вот как можно приступить к решению задачи нехватки пешеходных пространств в спальных районах, нехватки общественных пространств в спальных районах? Можно как-то начать решать это? Ну, можно начать решать. Мне кажется, все надо решать постепенно, потому что, естественно, та среда, которая создавалась по совершенно другим принципам, ее в один момент нельзя изменить. Ее нельзя изменить в такой степени, чтобы она стала жить по другим принципам, принципиально противоположным. Потому что тот город, о котором я говорю, там есть четкое деление на частное и общественное пространство. В микрорайоне такого деления нет. В микрорайоне это то, что называется земля общего пользования или территория общего пользования это не совсем то, вернее, скорее, не общественное пространство, а территория общего пользования. То есть, эта территория пользуется, понимаете, ее используют. Не она нам помогает реализовать какие-то наши потребности, а мы просто ее используем. В самом этом слове есть какой-то дефект, я бы сказал, такой нравственный. Но все это, я думаю, поправимо, если мы будем вместе об этом думать и как это сделать. Потому что да, тротуар, он сам по себе ничего не значит. Тротуар должен взаимодействовать с домами, которые стоят вдоль тротуара. Когда вдоль тротуара расположены фасады домов, тогда это улица. Если этих домов нет, то это не улица, это, в общем, дорога, вдоль которой есть пешеходная тропинка. Надо, почему, это очень системный вопрос, и мы находимся в самом начале этого, этого, не только разговора, размышлений на эту тему. Но я думаю, что это продуктивно в любом случае, потому что такая программа, она, естественно, должна вызывать сопереживание или какую-то помощь со стороны горожан. Что касается общественных пространств, у нас еще есть Москва-река в городе, которая повернута. Скорее, отвернута, да? Отвернута от горожан, и вообще к ней сложно порой подойти. Ну, огромная, нет, это огромная программа, сейчас будет конкурс международный на эту тему, мы готовим сейчас условия этого конкурса, и наш институт собирается проводить, быть организатором этого конкурса. Конечно, это тоже очень системный вопрос, потому что река, я считаю, является главным сокровищем города, тем более столицы, потому что это удивительный ландшафт, аналога, которого в городе нет. В общем, это природный ландшафт, природное, открытое пространство с водой, с бликами, с огромным количеством воздуха, света и так далее. То есть для города, тем более для Москвы, как столицы, это колоссальный потенциал, просто его развитие столичной и городской, московской функции. Мы должны это разрабатывать всеми возможными способами, анализировать в крупном и мелком масштабе и делать предложения в крупном и мелком масштабе, вот просто от выхода к воде до решения транспортных проблем вдоль реки. Беда в том, что река сегодня в Москве на большинстве своей территории, я не говорю сейчас о Кремле и о центральной части, о той части, которая там, скажем, от Киевского вокзала на реке, да, ну, от гостиницы Украина, ну, будем говорить от Сити, от Сити до Коломенского, вот на этом отрезке, это более-менее, хотя с той стороны против Коломенского и ближе сюда, это территория промышленная, это ЗИЛ, это Южный порт и так далее, это, конечно, те еще территории, которые не имеют отношения к гражданам, вот такому, городу для горожан, предстоит все делать. Так вот, территория реки на всех других отрезках, и до Сити, и после Коломенского, это территория, в общем, практически не развитая. Не есть попытки подойти к городу, к реке, и горожанам дать пространство набережных, пространство, это радость общения с водой, с рекой, с большой рекой, но, к сожалению, пока это только начало. Это еще даже проектно, по-настоящему, неосмысленно. Было много подходов, грех говорить, что не было у нас проектов по реке, но пока реализации не было. Сложность в том, что эта территория на сегодняшний день является периферийной. В том, что река делит город. У нас очень мало мостов, особенно в тех частях реки, о которых я говорю, это до Сити и после Коломенского. То есть, практически берега разорваны. И та территория, которая примыкает к реке, эта территория, чем ближе к реке, тем она все заброшеннее и заброшеннее. То есть, река является тем разделителем, который, ну как забор. Знаете, вот чем ближе к забору, тем хуже территория. Если вы вспомните любую территорию, что возле забора ничего хорошего не заводится. К сожалению, река является тоже таким разделителем, ну пространственной, пространственной преградой. И возле нее город теряет свою энергию, теряет свою силу, потому что это является для этой городской территории периферией. краем. Это край. Берег это край. И если на этом берегу нет общественной жизни, неорганизованной общественной жизни, неорганизованы связи с другим берегом, неорганизованы продольные связи вдоль набережной, пешеходной и транспортной, то это всего лишь берег. Всего лишь пустырь, который просто обрывается у реки. И это вот парадокс такой ситуации при колоссальном потенциале этого, это в то же время является территорией пограничной и в общем маргинальной. Это везде так. Это везде. Но как возле железной дороги, вот сами вспомните, возле железной дороги шло хорошо. Железная дорога тоже разделитель, тоже барьер, она тоже делит город. И вот те территории, которые максимально близко подходят к железной дороге, они такие же берега, но и на них также в общем не интересно, а часто и опасно. пока туда в общем не пришла городская жизнь. Чтобы она пришла, нужно, наверное, обрежать какие-то вопросы владения, правовые вещи? Все нужно решать, потому что все это находится в таком, ну пока в состоянии, я бы сказал, не цивилизованном, потому что, ну это исторически еще связано. Река, она же не только разделитель, она являлась всегда транспортной артерией. Это такой же транспортный коллектор в прошлом, ну в недавнем прошлом, как и железная дорога или магистраль, по ней просто перевозили грузы, это было очень удобно всегда по воде перевозить грузы, баржи, другие суда. Все перевозило грузы, и набережная часто была просто складской территорией возле пристани, где организовывались просто промышленные предприятия с удобной доставкой с реки. очень часто есть, ну вы знаете, например, территорию западного морского, западного речного порта, это территория тоже у реки и рядом с железной дорогой, то есть это места таких перевалочных пунктов, грузов, между речным транспортом, железнодорожным, автомобильным, то есть вот эта функция, которая видит реку только как транспортную артерию, которая совсем недавно еще была доминирующей, вот эта доминирующая функция, она еще просто имеет свое инерционное влияние, понимаете, на наши отношения даже к реке. Времени, но здесь еще не только время, здесь очень много зависит от человеческой воли, от нашего внимания, от нашего понимания, от нашей точки зрения, потому что, ну можно сказать, что река нам как рекреация, как ландшафтная часть города не нужна, давайте будем использовать реку только как транспорт, ну то есть будем возить по ней щебень, песок, что конечно одна баржа перевозит там целый состав железнодорожной этого песка и стоит это в 10 раз дешевле. Давайте так использовать, это одна точка зрения. Другая точка зрения, что давайте сделаем парки, давайте сделаем парковые дороги, давайте организуем ну парк Горького, нескучный сад, Воробьевы горы, да, вот пример как бы правильного такого гуманного отношения к реке, выходу к отношению к реке. Вот, в общем, это два полюса, можно быть так, а может быть так. Мы сейчас движемся к гуманному полюсу, я считаю. Пока интересно было. Давайте сейчас прошу, как бы вы себе представляете идеальное общественное пространство, что вы угрожаете, все обожаете. Какие можно было? идеальное общественное пространство, идеальное общественное пространство, рай, рай, рай в городе, да? Удачно, это где человеку удобно, ну послушайте, я отвечу бы очень банально, хотя вопрос не банальный, вроде, ну с одной стороны банальный, с другой стороны нет, очень глубокий. идеальное пространство, это где человеку не тепло, светло, там, ничто его не беспокоит, это одно. Мне кажется, идеальное общественное пространство, это где человек может реализовать себя как личность. Потому что то, что он не спотыкается, ему есть где посидеть, попить водички и не заразиться какой-нибудь болезнью, это всего лишь необходимые условия, но недостаточные. Человеку для правильного, для комфортного самоощущения нужно еще возможность реализации. А возможность реализации, он должен поговорить с кем-то, что-то обсудить, он должен чувствовать себя не просто уютно, а еще очень, мне кажется, что человеку важно в комфортной, комфортная среда для него, где он чувствует себя человеком. Человеком творческим, по-моему, в первую очередь, там, где он может себя реализовать, там, где он может найти себе единомышленников и что-то с ним обсудить. По-моему, это вот главное ощущение, комфорта, это возможность самореализации в разных масштабах и в общении, и лично, и в самосозерцании, и, в общем, в каких-то творческих актах, мне кажется. Я на интервью иногда говорю такое, чтобы никогда в жизни не сказал.